У нас воду отключили ещё вчера утром. Но, правда, предупреждение было, но не настолько долго. А вот уже вторые сутки нет воды. Рашида живёт в доме 135 на улице Бегаш. Женщина возвращается из магазина, ходила за водой. Рассказала, что в связи с предупреждением, что воды не будет до вечера, набирали в ёмкости. Что подачу не возобновят и на вторые сутки не ожидали. По словам Рашиды, в основном микрорайоне живут семьи с детьми. Об этом писали и в чате главы, когда просили разобраться с ситуацией. Тимур Дмитриевич, прошу разобраться в причинах длительного отключения ХВС и ГВС с нарушением действующего законодательства. В связи с плановыми работами сегодня. Почему больше 10 часов нет воды? Западные ворота без воды с 8 утра. Водоканал не реагирует на жалобы. Вторые сутки нет никакой воды в районе Западные ворота. Права граждан нарушаются. Как-то будет решаться этот вопрос? Когда планируется решить вопрос с водой? Сколько можно-то? То авария, то порыв, то саботаж. И халатное отношение к работе. Кто понесет ответственность? Вода в магазинах и автоматах закончилась еще вчера вечером. Почему жители должны выпрашивать водовоз в каждый двор? Почему это проблема? Информация про подвоз нигде не распространяется, кроме чата в Телеграм. Информацию про сроки работы тоже не доводят. До окончания работ это не ответ. Как быть пенсионером, семьей с маленькими детьми, тем, кто дома болеет, дома с температурой? На месте работали сотрудники водоканала. Для контроля за ситуацией на место выехал руководитель районного исполкома Айнур Исхаков. Он рассказал о том, что послужило причиной инцидента. Проходили техническое подключение дома Гафиатум-68. После окончания работ произошла аварийная ситуация. На данный момент водоканал вопрос устраняет. Я думаю, что после обеда вода будет. На протяжении всего времени для жителей курсировали водовозы, доставляли воду. На место аварии выехал лично глава Тимур Нагуманов. Он сообщил в Телеграм-канале, что ситуация возникла из-за ошибки подрядчиков. Службами было принято решение подключать воду по старой схеме. Приоритет поставили задачу вернуть воду в жилые дома. Все это время на месте работал водоканал. В половине третьего дня пресс-служба главы сообщила, что аварийные работы завершены и обещали в ближайшее время восстановить подачу воды. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.